Эфир телеканала Беларусь-4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Неустойчивая погода всё же внесла свои коррективы в дорожную обстановку. За прошедшие сутки на территории Гомельской области произошло три дорожно-транспортных происшествия. Три человека получили травмы. Утром в Жлобинском районе 28-летняя женщина, водитель управляя автомобилем Audi 100, двигалась по автодороге Жлобин-Сильное и при совершении обгона потеряла контроль над своим авто. В результате машина оказалась в кювете, а женщина в больнице. В Лельческом районе 48-летний водитель двигался на автомобиле Mercedes-Benz по автодороге Мозырь-Лельчицы-Милошевичи-Границы Украины. Он также перевернулся и оказался в кювете из-за неправильно выбранной скорости. В ДТП пострадала 56-летняя женщина-пассажир, которая с телесными повреждениями была госпитализирована. Аналогичная картина была с автомобилем Renault Laguna в Гомельском районе на автодороге М5 Минс-Гомель. Все эти дорожно-транспортные происшествия произошли из-за нестабильных погодных условий. В связи с этим госавтоинспекция обращается еще раз к водителям. Будьте внимательны и осторожны на дороге, выбирайте безопасную скорость, дистанцию и интервал, откажитесь от резких и необдуманных маневров, результат которых приведет к потере контроля над автомобилем. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы 4 пожара, на которых погибли 2 человека, повреждены 3 строения. Около половины седьмого вечера спасатели выезжали на ликвидацию пожара жилого дома в агрогородке Кривск Будокошелевского района. Дом принадлежал нигде не работающему 60-летнему мужчине. При тушении пожара работниками МЧС в жилой комнате на кровати был обнаружен обгоревший труп хозяина домовладения 1960 года рождения. Рассматриваем причину возникновения пожара неосторожное обращение с огнем при курении. Через три часа раздался звонок в Центре оперативного управления Кармянского районного отдела ПЧС. В райцентре по улице Гагарина также загорелся жилой дом. При проведении разведки спасатели обнаружили на печи обгоревшее тело хозяина 1975 года рождения. По одной из версий, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. В Гомеле задержан наркодилер. У него изъято более пяти килограммов марихуаны. В середине января в областном центре оперативники задержали 34-летнего неработающего гомельчанина со 100 граммами марихуаны, которые он приобрел у незнакомца. Милиционеры из областного ВД подключились к поиску сбытчика. Накануне удалось задержать 36-летнего мужчину, причастного к торговле зельем. Служебная собака в квартире нашла схроны с марихуаной. Большие и мелкие пакеты были спрятаны по всем комнатам, в различных банках и даже в мебели. Общий вес составил свыше пяти килограммов. Там же хранилось приспособление для употребления наркотиков. В отношении двух фигурантов следователи возбудили уголовные дела, сбытчик водворен в изолятор временного содержания. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. В связи с повреждениями имущества сотрудники отдела внутренних дел администрации центрального района Гомеля просят оказать помощь в установлении личности мужчины. В ночь на 25 января около 3 часов 30 минут неизвестный в одном из домов по улице Карла Маркса повредил входные двери. Если вы узнали этого человека или владеете иной информацией по данному факту, просьба сообщить об этом по телефону, указанному на экранах или в дежурную часть по телефону 102. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.